Российское правительство временно разрешило регистрировать импортируемые автомобили без системы Эроглонас. Послабления пока рассчитаны на полгода, до 1 февраля 23-го. Ещё интереснее, что это же правительственное постановление номер 1269 разрешает ввозить новые машины без получения одобрения типа транспортного средства не только частникам, но также юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Для этого достаточно получить заключение экспертной организации, то есть института НАМИ, заменяющая сертификат о безопасности колёсного транспортного средства. Следовательно, параллельным импортом новых машин теперь смогут заняться не только физические, но и юридические лица. А это значит, что российские дилеры получают возможность пополнить свои склады. И ещё о параллельном импорте, но не автомобилей, а запасных частей. Им решил заняться КАМАЗ, сообщает Авторевю. По собственной информации издания, в набережных Челнах готовы торговать деталями для грузовиков большой европейской «семёрки». Коротко напомним предысторию. После того, как Мерседес, Вольво, Скани, Ман, а также и Века, Дав и Рено прекратили поставки не только техники, но и компонентов, с обслуживанием автопарков оригинальными запчастями возникли определённые проблемы. Однако камазовцы подобрали более 600 позиций оригинала для Мерседесов и около 200 для Вольво, Скани и Манов. Их будут распространять через магазины официальных дилеров КАМАЗа. О том, смогут ли эти сервисы вдобавок ремонтировать европейцев, не сообщается. Но сам факт того, что КАМАЗ стремительно занимает освободившуюся нишу, безусловно, вызывает уважение. И ещё один инсайт от наших коллег. Тоже Авторевю рассказывает, что проект КОМПАС передан из ведемия КАМАЗа компании Daimler Kamaz Rus или DK Rus, которую вместо немца Андреаса Дойшля недавно возглавила бывший финансовый директор Оксана Карахова. Напомним, что КОМПАС представляет собой бескапотный среднетоннажник «Джак», который КАМАЗ выпускает под собственной маркой. В набережных челнах освоили сварку кабин, а также комплексную сборку этих машин. Если информация издания верна, то формальная смена производителя может быть попыткой вывести «Джак» из-под возможных вторичных санкций. Ведь КАМАЗ теперь находится под адресными ограничениями со стороны США. Возможно, именно из-за этого концерн Vechai отказался отгружать российскому партнёру свои газовые двигатели. А ведь этот же производитель делает столь нужные камазовцы мосты Ханьде и коробки Фастгир.